5. Здравствуйте! Вы сидите на карантине прямо как и я сейчас сижу. Вот карантин, вот я сижу на нем, вот и вы тоже на нем сидите. И вы думаете чем бы вам заняться, чем бы ваши руки занять вообще? Вот как бы нечего делать, глаза ваши чем занять, ваш мозг если у вас есть, чем занять, чем занять. Нечем, понимаете, нечем, вообще скучно. Вот сидите, вам скучно, вам нечем заняться. Но тут прихожу я Супермен Я знаю, что я не похожа на него Представьте, как гипотетически я могу быть суперменом Вот, ваш спаситель Это я, кстати И приношу с собой крутые сайты, чтобы вас развлечь Первый сайт Называется «Красный квадрат» Пройдет тест на гениальность Вы знаете, что я не гений И вообще идиот Так что я не уверена, что я пройду этот тест на гениальность В чем заключается тест? Ткните мышкой в красный квадрат и двигайте его Удерживая левую кнопку мыши и избегая контакта с синими квадратами Ага, симулятор Я хотела пожутить, я забыла шутку Не касайтесь черных краев Если продержитесь более 18 секунд, вы гений Говорят, что американские военные пилоты могут это делать больше двух минут Ну хорошо, давайте Давайте начнем, спорим Я сейчас... Ладно, с первой попытки не получилось, я все понимаю Но сейчас-то получится, должно же... Что? Куда? Куда меня уносит? Я куда-то... Я куда-то начинаю лететь Опа, опа, опа Что думаете? Что думаете, смогете? А нет, не смогете Все, я... Ну 4 секунды Это одна, фактически, одна четвертая, ну чуть побольше Одной четвертой, поменьше Одной четвертой от 18 секунд Я на одну четвертую гений Да почему ты узкая синяя палочка? Какого черта ты до меня докапываешься? Постоянно, посмотрите, она постоянно меня задевает Именно она, она меня ненавидит Что вы все... Опять она... Ладно, не хочу разбивать себе монитор И этой палочке лицо Что происходит с сайтом? Я пытаюсь вообще-то... Ну вот, всегда бы так Смотрите, как медленно и хорошо Вы что, больные? 7 секунд Чисто почти половина Я почти наполовину гений Я хочу 18 секунд продержаться Я хочу быть гением Ну я тупица! У меня тут вся проблема Они прям сразу же на меня начинают двигаться Вот вообще, какая тут связь между тем, сколько я продержусь И между... Ну, и между тем гений или я, типа В чем здесь гениальность? Просто представьте, как американские военные пилоты сидят и проходят это Типа Это очень странно Я не думаю, что это как-то связано с гениальностью Ну, координация, наверное, проверяется Типа быстрота реакций Вот У меня ни того, ни другого НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕК Просто позвольте мне продержаться 18 секунд Почему? Почему? У меня не разреш... Куда? Куда? Что происходит? Тут вообще рандомно Все Куда у меня постоянно экран куда-то смещается И листается вниз Зачем ты листаешься вниз? Я даже не задела этот квадрат Я не задела квадрат В жопу этот сайт Я не уверена, что он развлечет вас во время карантина, но жопа будет гореть. Давайте следующий сайт. Он уже более интересный, и, в принципе, на него можно достаточно много времени потратить, потому что здесь мы рисуем мультики. Мультики рисовать прикольно, мультики рисовать нравится всем, тем более здесь это очень просто, с помощью мышки, и ты рисуешь все, что угодно, и все. Сейчас что-нибудь нарисуем. Нам нужен какой-то интересный сюжет, чтобы люди смотрели и такие думали, как за душу, за душу меня хватает, за душу, за душу. Давайте нарисуем, давайте такая стандартная ситуация, да, у каждого человека такое бывает. Вот смотрите, да, вот стол, боже мой, ну кривой немножко стол, он поломался, да, но как бы с кем не бывает. Вот стол, вот стоит человек, да, ну просто так за столом стоит, почему он не может за столом стоять, я не знаю, вот, видите, да, вот, как бы он удивляется чему-то, удивляется. Ну а рядом стоит просто, ну обычный, как бы, ну, как у всех в доме стоит Игорь. Игорь? Стоит Игорь, да? Игорь как Игорь, да, как бы вот. Это полуптица такая, как бы, полу не птица, и вообще, что вы к полу привязались, как говорится. И он танцует, да, и Игорь вообще такие смешные, типа они, ну, но они любят танцевать, и этим все сказано. Вот он стоит, танцует, с таким уверенным видом, ну и человечек тоже танцует, типа они же, они друзья старые, вот, да. Игорь и, Игорь и его старый друг. Самая сложность здесь это обводить неподвижный предмет, потому что у меня это получается очень плохо. Смотрите. Игорь танцует. Я поняла, я поняла, что вы хотите. Вы хотите, чтобы я нарисовала только Игоря, потому что, ну, он симпатичный молодой человек, а симпатичные молодые люди симпатично танцуют. Поэтому давайте нарисуем танцующего Игоря и успокоимся. О, около 27 минут спустя. Итак, после огромного количества проделанной работы, я еще не посмотрела результат, но я уверяю вас, это будет отвратительно. Поэтому давайте посмотрим это побыстрее. Ой, как же это плохо. Мышка рисовать очень неудобно, и большой минус в том, что каждый кадр надо рисовать заново абсолютно с нуля. Никак их скопировать-то нельзя. Сайт прикольный. Не забывайте, что все ссылки в описании. И давайте перейдем к следующему, пожалуй. Что ж, следующий это русский онлайн чат, бот, искусственный интеллект, виртуальный собеседник и чат с ботом. Короче, все вы знаете этот бот. Если кто-то не знает, то для этого здесь я, собственно, и я здесь. Для этого я. Я-я. Тестиш-фантестиш, как говорится. Буду вас знакомить с этим ботом, и вы будете с ним знакомиться. Иногда в 12 часов ночи хочется какого-нибудь хорошего умного собеседника. Вот вам русский онлайн чат бот. Давайте начнем разговор с ним со слов «Привет, как дела?» Почему бы и нет? Мое имя незнакомец почему-то, я не незнакомец. Я вообще-то рентген мира. И бот думает. Пи-бот, кстати. Или пэ-бот. Ну, тут большой на пи похоже. Подождите, это на пи не похоже. Это как-то по-другому называется, разве нет? Это ро. «Привет, как дела?» «Привет, пока не родила!» Давайте спросим сразу же у собеседника. У тебя какой IQ вообще? Не очень высокий, всего лишь 60. Просто я молодой и постепенно обучаюсь. Молодой. И пока не родила. Так ты мужчина или женщина? Или кто ты вообще? Трансформер какой? Женщина. А то когда почему ты пишешь о себе в мужском роде? Всех, я думаю, интересует этот вопрос. Меня больше всех здесь. Поэтому, собственно говоря, я и спросила. Из-за шкалоты. Жесть! Жесть! Напишу, вообще-то тоже шкалота. Это что, какое-то оскорбление? Ты начинаешь меня оскорблять? Тогда извините, мой господин. Во-первых, я госпожа. Что? Что? Ты попугай? А ты? Обалдеть, у меня просто коммуникативные навыки на нуле. Для кого как? Ладно, все. Отойдем от темы попугаев. Я хочу спросить, как тебе мое имя? Внешное. Оу! Это так дебильно. Я такой дебильный ответ. Я не знаю, почему я его написала. У меня просто вдруг в голове такая мысль такая появилась, как бы. Почему бы сейчас не написать спасибо, братан? Давайте, давайте, агрессия, агрессия, токсики. Я токсик. Я буду вести себя, как токсик. Вот ничего. А вот чё, ничего? Ничего или чё? Вот ничего. Извини, что я повторяюсь. Не извиню. Не извиню. Господи. Да потому что... А чё? Нет. Да нет, и суда нет. Давайте перейдем к следующему сайту. Следующий сайт... Чуть-чуть подозрительный. Я всё понимаю. Абсолютно всё понимаю, ребята, но... Но... О, боже мой. Но мы можем управлять с вами... Мимикой чьего-то лица. Выглядит, если честно, так себе. Но я и не рассчитывала, что здесь будет что-то суперинтеллектуальное. Весь день, конечно, за этим занятием не просидишь, но... Почему бы и нет? Просто представьте, что... Я не знаю. Вы зачем-то сняли видео, где вы делаете разные выражения лица. Ну просто так, почему бы и нет. Там загрузили куда-нибудь, а потом находите этот сайт с вашим лицом. Это же страшно. Очень страшно. Ой, я на какой-то сайт перешла. Афорк. Нет. Нет, нет, нет. А что, какие-то сайты? Какая-то вилка. Что за вилки? Зачем? Что-то надо скачивать, да? Декорефайл. Что такое Декорефайл? Давайте посмотрим, что такое Декорефайл. Это файл хранения видеоконтента записан с применением специальной программы программной утилиты Digital, Курт-рекордер, плагин для генерации воспроизведения судебных заседаний. О боже мой, что мне пытаются парить? Давайте уйдем с этого сайта побыстрее, пока я не подхватила какой-нибудь нехороший вирус и еще что-нибудь. После такого количества веселых, занимательных сайтов нужно... Нужна минутка тишины. Может быть, даже и час. Вот. Такой мозговой штурм выдержит не каждый. Особенно первое задание, это, конечно, вообще пипец. Поэтому мы заходим на сайт Moodill. Это название такое. Moodill. Nature Sounds, кстати. Да, натуральные звуки Moodill. И сейчас мы будем с вами составлять идеальное звуковое сопровождение для идеального отдыха. Здесь мы можем добавлять с вами, не знаю, дождик. Если вы хотите. Вот. Дождик любой. Самый разный, кстати говоря. На любой вкус и цвет. Вот это мне больше всего нравится. Давайте его оставим. Гром. Я обожаю дождь, я обожаю гром. Поэтому это все я оставляю. Так. Огонь. Огонь. Огня не будет, ребята. Это просто замечательно. Типа, мне кажется, что это просто идеальная штука для того, чтобы подрубить и сидеть какими-нибудь своими делами заниматься. Мне кажется, это просто обалденно. Я не знаю почему. Но я обожаю такие штуки, такие звуки. Да. 10 часов звука в море я, конечно, не слушаю. Но все же иногда стоит расслабиться под такие замечательные звуки. Только он что-то лагает. И меня это нифига не расслабляет, если честно. Я могу добавить только почему-то дождь и грома огонь. Все остальное я просто не слышу. Сайт Модил, ты меня сильно подводишь. Вот, ночь. Можно какой-то белый шум добавить. Розовый шум и коричневый шум. У шумов, оказывается, есть цвета. Я даже не знала. Вот этот цвет мне очень даже нравится. Как будто бы в кафешке сидим. Можно французскую речь тоже послушать. Пока я ничего не слышу. Забавно. На самом деле, это реально забавно. Боже мой, это так круто. Мне так нравится. Не знаю почему. А представьте, ехать в дождь. Короче, под эти замечательные звуки поезда я хочу попрощаться с вами. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте польц вверх. Подпишитесь на мой канал. В комментариях пишите, какие сайты понравились вам. Предлагайте свои сайты. И в описании все ссылки. Переходите, играйте, слушайте и так далее. Ну и на этом всё. С вами была Вика. Всех люблю, целую. Пока-пока.